День добрый, добро пожаловать! С вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Realistic Summer Sports in Leolator. Это очень-очень классная игра, и знаете, я бы её поставил вот туда же, где у меня стоит EnviroBR 2000. То есть это такая маленькая весёленькая игрушка, которая и вправду затягивает. То есть она... Я сел и не смог оторваться, пока не смог хотя бы один раз сделать нормально каждый спорт. И я в этом видео вам покажу просто один чемпионат. И скажу сразу же, я убрал быстрый ход... То есть... Господи, как этот спорт называется? Быстрое хождение, то есть вот это вот быстроходы, скороходы. Ну, вот они... Вот я их убрал, потому что это, ну, просто больно, больно это делать и смотреть. А также я лодку убрал, потому что я её просто не понимаю. Всё остальное, всё остальное я вам покажу и объясню. Итак, давайте начнём игру. Я выбрал здесь страну Рус... То есть они как-то так странно изменили название. Стран, может быть, потому что страна сейчас как-то запрещает это, или у них нужно просить разрешения. Или просто, может быть, они хотели так... Ну, это несерьёзно. Так что я русский флаг выбрал, и мы будем за эту страну играть. Если я бы выбрал ещё второго, третьего и четвёртого игрока, это можно было бы, считайте, играть в группе за одним компьютером. Но, но, но только... То есть тогда у нас участвуют только те игроки. Сейчас я хочу посоревноваться с компьютером, посмотреть, смогу ли я победить. Пока что я приходил только четвёртым. И перед тем, как я начну, я сразу же скажу, игра бесплатная, ссылка на неё есть в описании видео. Зайдите, скачайте. Эта игра также есть на телефоне, но там она платная. И давайте тогда начнём и посмотрим, что у нас первое. Да, давай, конечно же, всё должно быть очень реалистично. Вот, товарищ... Да. По крайней мере, у него это получилось. Хоть как-то так. Всё, давайте пропустим это. Прелестное, прелестное. И у нас 100 метровка. Как мы управляем героем? Мы просто направляем на него мышкой, хватаем его и тянем к финишной линии. Но сначала самое важное не сделать фальшстарта. То есть сначала нажимаем, он готовится. И... Побежали! Давай, давай, давай. Самое главное не выбросить его в космос, тогда придётся очень долго-долго ждать. Давай, 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 давай. И знаете, я думаю, что пальцем это было бы легче. И, по-моему, я занял третье место. Потому что... Если бы я быстрее 8 секунд, а то есть здесь 8.01, то я бы был на втором. Самое первое место это шестое. А нет, нет, 8.50. Отлично, я на втором месте. Это хорошо. Хотя золотые медали, конечно же, самые важные. И лучше всего занимать первое место. О, копьё. Копьё. Так, давайте. Этот, опять же, то же самое. У нас герой стоит, держит копьё над собой. Он его не хватает. Он, как бы, скажем так, педестал. Этот педестал нужно бросить в одну сторону, чтобы копьё вылетело. Но, опять же, видите, у нас здесь есть линия такая. Если наш герой залетит за эту линию, когда он бросает копьё, то это будет фальстарт, его удалят. И у нас всего лишь одна попытка. У нас нету двух-трёх попыток. Только одна. Получилось, не получилось. Проиграл, выиграл. Итак, я знаю, что мне нужно за 150 метров бросить. Я бросал уже на 360 метров. Так что это должно получиться. Самое главное, чтобы копьё воткнулось. Итак, хватаем его. И оп! Давай! Давай! Отлично, мы за 200. Мы уже за 200. Скорее всего, будет 300 щептов. Воткнись, пожалуйста. Нет! Нет! Ну, почти что 300 метров, но копьё не воткнулось. И меня вошла бомба, буква Б. И вот этот вот танцующий человек. Понятно. Всё. Молот. Молот. Мы раскручиваем нашего героя. Самое главное, чтобы во время раскручивания он не заступил за круг. Потом нам, конечно же, нужно попасть в зону молотом. А то есть выпустить его вовремя в правильном направлении. И посмотреть. По-моему, за 80 метров это второе место будет. Так, раз. И оп! Давай! Аааа, слабак. 61. Понятно. Ну, по крайней мере, третье место. О, господи. Скажу вам честно. У меня ещё ни разу не получалось дойти до конца, не сбив ни одно препятствие. Давайте попытаемся. Так. Давай. Хорошо. Самое главное, это перепрыгнуть в препятствие и быть как можно ближе к следующему препятствию. Лошадь сама станет на ноги. Ааа, нет! 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 Лошадь, что ты делаешь? Все понятно. Давайте поедем к финишу. Ну, все, давай, все, хватит. Минута 34. Я занимаю четвертое место. Все жестоко и страшно. Так, прыжок в высоту. И второе место это 8 метров нужно побить. Так, давайте я попытаюсь это сделать. У меня это ещё ни разу не получалось. Итак, у нас здесь вот товарищ. У нас... Ааа! Давай! Давай! Нет! Нет! Здесь всё тяжело, потому что он вытягивается очень-очень медленно. И у него ещё своя инерция. Так что он... Да, он не всегда ведёт себя так, как ожидаешь. Всё понятно. Мы жестокий луз. Следующее. О! Это, считайте, это мой криптонит. Здесь я более или менее знаю, что нужно сделать. Но у меня это никогда не получается. А то есть нам нужно разогнать вот эту палку. Ну, конечно же, и человечка к нему прикреплённую. И потом это прыжок вверх с шестом. И человечек должен пролететь на шестом и просто прыгнуть вверх. Давайте попытаемся это сделать. Так, хватаем палку. И разгоняем её. Оп! Нет! Нет, вот. Да, у меня постоянно получается вот так. Палка переходит за линию. И да, мы сбиваем. Этого не должно произойти. У нас человек должен перелететь через палку. Это... А! У меня получалось пару раз. Но... Да. Я пока что тренируюсь. Так, следующее. О, здесь, здесь самое главное проезжать ворота. Это у нас... Так, лодка. Вот эти шарики, это считайте, это часть воды. И чем больше их, тем сложнее управлять лодкой. То есть, если они нас давят в одном направлении, будет очень-очень тяжело выехать. Здесь, опять же, те же самые правила, как в реальном спорте. А то есть, если вы пропустили, вы можете вернуться и проплыть ещё раз в том же направлении. Так, хорошо. 22.41, по-моему, я это сделал вот сейчас вот идеально. Это... Нет, не идеально. На, 22.41. По-моему, у меня здесь было где-то 16 секунд. То есть, я здесь установил мировой рекорд. Так, о, господи, кольца. Кольца. Это, да, начинаем. Честно говоря, я не очень понимаю. То есть, самое высокое, что я набивал здесь, это 4.8. У компьютера 9.6, по-моему, есть что-то такое. То есть, может быть, я какие-то трюки не те делаю. Я не знаю. Но я знаю, что очень-очень важно. Это хорошее приземление. Теперь хватаем его за ноги. Тянем его вниз. Всё, хорошо, перестань. Перестань. Круть. Так, всё. Всё, всё. Спокойно. Спокойно. Держи. Оп. Есть. Хорошо. А то сейчас, да, 4.8. Как-то странно. То есть, я не знаю, может быть, что-то нужно специальное делать. Видите, у компьютера 8.5. 5. Но... Ну, по-моему, я накрутил на мировой рекорд. Но... Нужно, нужно что-то такое сделать. О, господи, да. Ах. Так, нам нужно вот эту вот штангу взять и положить в руки нашему товарищу. Это намного тяжелее, чем кажется. Так, поднимаем. Потому что, видите, у нас штанга на вот такой вот пружинке на нашей. И поэтому она себя ведёт очень-очень... Ааа. Тихо, тихо. Нет. Нет, 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 нет. Штанга и человечек упрыгали за экран. Понятно. Так, следующее. О, плавание. Тут я умею. Так, здесь очень важно просто держать на нашем... Нашего пловца вот так вот, параллельно воде, чтобы он мог руками грести и не останавливался на вот этих частицах воды. Потому что, если его поставить просто в воду, он будет руками молотить. Ать, ать, ать. И... Да, не двигаться. 17, 30. По-моему, это хорошо. О, ну, наконец-то, петь. Что золотое. Ааа, первое место, золотая медаль. О, так, стрелы. Стрелы нам нужно брать, втыкать их в цель. И это на время при том. Так, я пока что ещё умею... Ааа. Втыкайся. Втыкайся. Втыкай... Мааа. Жесть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Позор. Давайте хотя бы одну воткну нормально. Ня, ня, ня. Оп. Одна стрела вернулась откуда-то из космоса. Так, 15. Это плохо. Это, это, да. Да, да. Я пока что за 40 не набирал. Так, 10-метровая вышка. Здесь, конечно же, очень важно накрутить как можно больше крутелей. И не приземлиться ногами вперёд. Это можно контролированно сделать. Но тогда я, когда контролирую, я обычно мало накручиваю. Мне только единичку дают. Но у меня есть техника. Я беру, оттягиваю за голову моего игрока. И он тогда об платформу начинает раскручиваться. Но это рандомно. То есть я могу удариться головой в воду, а могу ногами. Так что это я предвидеть не могу. Поехали! Есть. Отлично. И далеко прыгнул. И головой вперёд. 3, 4. Это, конечно же, не лучшее. Но для третьего места вполне хватает. Так. Здесь мы просто хватаем нашего велосипедиста и начинаем его крутить. Нам нужно, по-моему, проехать 5 или 6 кругов за 11 секунд. То есть 11 секунд. Это первое место. Так. Давай, давай, дорогой, давай. Тяни. Есть. Ну, по-моему, это мировой рекорд. Да. Да, это мировой рекорд. Первое место. Отлично. Так. Всё. Смотрим. Две золотые, две серебряные, три бронзовые. До третьего места мне не хватило парочки серебряных медалей. Да. Вот такая вот игрушка. Скажу вам честно. Вот я просто... Обычно, когда смотришь, она такая малюсенькая и скачивается быстро. Но просто попробуйте. Попробуйте. Посмотрите, как она затягивает. Давайте я ещё раз копьё сделаю. Мне хочется, чтобы оно воткнулось. Так. Вот, видите, мой мировой рекорд 361. Рекорды можно устанавливать только во время чемпионатов. Во время тренировки вы можете играть, но рекорды не будут устанавливаться. Оп. Давай. Давай, 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 давай. Так. И давай. Воткнись. Вотк... Тихо. Только... Да! Ну, хорошо. 281 метр. Я доволен. Так. Ну что ж. Я тогда всё... Я... Я вам всё показал. Я показал вам всё. Скачивайте. Получите огромную кучу удовольствия. И я тогда говорю вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.